Главной темой послания стало, конечно, здравоохранение, борьба с последствиями пандемии коронавирусной инфекции. Среди поручений, которые отметил президент, необходимость усиления работы по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Медицинская помощь должна стать дружелюбной, повернутой лицом каждому пациенту. Это то, над чем мы внимательно сейчас работаем на Камчатке, запуская такие сервисы, как телемедицина, как дистанционная запись на прием к врачу и упорядочивание работы и маршрутизации сети наших медицинских учреждений. Конечно, большое внимание будет уделяться и модернизации самих учреждений здравоохранения. Запланировано строительство и ФАПов, и отделений врачей общей практики, и больниц, в первую очередь в сельской местности. Ну и, конечно, для нас это знаковый главный объект здравоохранения – Камчатская краевая больница. Из тех объектов, которые мы будем в перспективе включать и работаем над ними совместно с Минздравом России, могу отметить Елизовскую районную больницу – одно из самых ветхих учреждений, которое, конечно, требует модернизации в ближайшее время. Ну и отдельно здесь можно отметить то поручение, которое президент дал, связанное с оснащением регионов мобильными комплексами диагностики, которые в ближайшее время должны к нам поступить. Они позволят нам в выездном формате проводить более активную диспансеризацию осмотра наших жителей. И, конечно, это оснащение автомобилями скорой помощи. У нас активно уже ведется обновление. Каждый год новые автомобили приходят. И с учетом того поручения, которое дано, мы полностью парк скорых помощей, автомобилей скорой помощи обновим в ближайшие годы. И не только Петропавловск, Камчатский, но и отдаленные поселки и деревни будут обеспечены качественными автомобилями. Важно здесь подчеркнуть, чтобы автомобили были соответствующими внедорожными качествами обеспечены для того, чтобы в условиях камчатских дорог функционировать. Это не всегда выполнялось в прошлые годы, но сейчас мы это требование как обязательно фиксируем. И те автомобили, которые получаем, они приспособлены к нашим условиям.